Встать с позаранку, завести свой старенький трактор, покормить животных и отправить их на пастбище. Вот неполный список хлопот Алексея Беликова, фермера из Урубского района, за плечами которого порядка 20 лет непрерывной работы в сельском хозяйстве. А потому ему не привыкать к такому распорядку дня. Мужчина шутит, что не встанешь солнцем, считай, ничего и не успел. В зимнее время как бы темно же, в 7 часов полвосьмого где-то так, ну, начинаем мы кормить. Ближе к весне уже как бы день добавляется, там уже пораньше, пораньше, ну, по времени. Как раз свело, так и начинаем. Без выходных мы каждый день на ферме. Ну, как бы не тяжело. Все в привычку, входит и уже без этого не можешь. Справляется со всеми фермерскими делами Алексей Беликов сам, без посторонней помощи. Он с детства знаком с крестьянским трудом, так как его родители всегда одержали большое хозяйство, включая коров. Про таких, как он, говорят, где родился, там и пригодился. Однако в начале пути, вспоминают фермер, было сложно, ведь развивалось его хозяйство постепенно. Но дни и ночи труда дали результаты. Сегодня у Алексея порядка 50 голов коров мясной породы и в два раза больше овец. Каждый год по одной покупал маленького теленка. Корова отелилась, ей второго теленочка подпускала, она двоих, ну, спокойные, которые выкармливала. И так потихоньку, потихоньку, да. Уже мы и продаем, как бы, каждую осень. И около 50 голов сейчас. Чтобы обеспечить место для своих животных, Алексей приобрел пустующие корпуса одной из местных ферм. Видимо, оставшиеся после когда-то работающего здесь колхоза. Это место и стало новым домом для его животных. Правда, мужчине пришлось навести здесь порядок. Да что говорить, Алексей и по сей день здесь что-то мастерит. Загородок там отдельно, клеток не было. Было, ну, просто здание, как бы. И здесь вот своими руками я потихонечку, там, для барашек, где для клетку сделал, там, для лошади, как бы. Это все своими руками. И на ферме, честно, каждый день работы. Вроде все сделал, ну, вот, все есть. Нет, там не хватает кормушки, ну, барашки катятся, не помещаются. Сколько бы ни делал здесь, все равно будешь всю жизнь заниматься фермерским хозяйством. И каждый день работы будет хватать. Как признается фермер, для дальнейшего развития хозяйства необходимы большие вложения. Однако своих средств у Алексея нет. Единственный вариант – это поддержка со стороны государства. Животновод наслышан, что сегодня есть много программ для помощи фермерам. И задумывается об участии в одной из них. Вы на сегодняшний день ведете личное подсобное хозяйство. Должны зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство. И будете претендовать на получение гранта. На сегодняшний день у нас по республике действует программа агростартапа. В первую очередь, как открываете крестьянское фермерское хозяйство, обращаетесь в Министерство сельского хозяйства республики. Там вам предоставят всю документацию, что вам необходимо. Могу сказать, что у вас должен быть бизнес-план. На что вы собираетесь тратить деньги. Алексей Беликов – очень трудолюбивый человек. Он не боится никакой работы и смело строит планы на будущее. А они у него далеко идущие. Сейчас фермер хочет превратить личное подсобное хозяйство в крестьянское фермерское. Выгода, говорит, очевидна. В первую очередь, это поддержка государства. А она в животноводстве никогда не бывает лишней. Даля Назарова, Роман Нагаев, Радамин Князев, Архив 24.